Вот такая схемка требований и правил на прианалитическом этапе. Количество раз перемешивания конкретной пробирки с конкретным наполнителем. Самое капризное это, как тут видно, все производители практически придерживаются одинакового наполнения в соответствии с этими цветами. Крышечек, ну там за редким исключением. Вот нижний ряд это без наполнительной пробирки, их как правило никто не перемешивает. И вот второй снизу ряд херая крышечка, это как правило на глюкозу забор делают фиолетовая ЭДТА для получения цельной крови. ПЦР исследований, либо тот же банальный анализ, общий анализ крови. И фиолетовая крышечка с гепарином, лития или натрия для получения плазмы. В разных целях этот момент, вот эти три крышечки, эти пробирки с такими цветами крышечек нужно более тщательно перемешивать. Без вспенивания, вот как тут внизу написано. И вот третий снизу ряд, желток и красная крышечка, это как правило пробирки с активатором сверзывания, их тоже надо перемешать. Некоторые этот момент игнорируют. Ну и три-четыре раза перемешивают с голубой крышечкой, это пробирки с цитратом для кауглограмм исследования, либо там соя в редких случаях. Вот, ну и если пациент будет это знать, медсестры это все знают, а пациент может быть возможно иногда и напомнить, чтобы анализ получился, не было никаких проблем. Ну и вот такая тоже еще схема, с чем связаны эти требования. Ну и еще более жесткие требования, это тесты на аллергию, ну насколько я понимаю, это для пациент-расследований. Как бы инвитера в пробирке создают условия для провокации аллергической реакции, выделения медиатора воспаления и в дальнейшем это анализируется. Вот еще такое требование.